МОЛОДЕЖНАЯ СИРЕД Мы попали в проект в библиотеке «Современное общественное пространство». Этот проект создан для того, чтобы привлечь в библиотеки молодежь. Новая библиотека пришлась по душе жителям поселка. Здесь имеется зона для самых маленьких читателей, есть небольшой кинозал, зона для мастер-классов, где даже проводятся занятия дыхательной гимнастикой и йогой. Но обо всем по порядку. Наша библиотека названа именем Федора Ивановича Тютчева, потому что весь наш край связан с этим именем. Совсем недалеко находится музей-усадьба Муранова. Наша улица носит имя Федора Ивановича. И вот когда библиотеку открывали, это имя было на поверхности. И библиотеке так повезло, что ей присвоили это имя. Но раз имя присвоено, то нам пришлось развивать этот бренд. И мы создали такую небольшую экспозицию, посвященную как музею-усадьбе, так и самому Федору Ивановичу. Так совпало, что музей находится в 10 километрах от библиотеки, да еще и носит имя одного человека. Поэтому совсем не удивительно, что творческая жизнь усадьбы и библиотеки имени Тютчева тесно связаны между собой. Такие учреждения, ну просто самой судьбой, природой, должны друг с другом дружить и сотрудничать. Вот мы и сотрудничаем. Проводятся экскурсии, проводятся мероприятия, которые мы делаем совместно с библиотекой, с Уфринской библиотекой имени Тютчева. То есть такое большое, плодотворное сотрудничество ведется. А дальше у вас? Дальше у нас детская зона, потому что дети, ну большой-большой такой элемент нашей работы. А это наш детский уголок, который пользуется большой любовью ребят всех возрастов. Ковер, яркая удобная мебель, игрушки. Так сформировалась библиотечная продленка, куда в первую половину дня вместе с детишками приходят молодые мамы. После обеда здесь проводят время школьники, либо за уроками, либо играя в настольные игры, как, например, в хоккей. Все наши читатели от всех возрастов просто очень любят этот уголок. А вот последнее время мы еще немножко сделали перестановку, и вот эти вот ходы-выходы, они здесь играют в догонялки. Ну, то есть мы разрешаем немножко в библиотеке пошуметь, особенно когда нет читателей. Ну, потому что это такой дом. У нас действительно библиотека очень семейная. Помимо игрового пространства, пространства для занятий, есть еще небольшая выставка. Ну что ж, давайте посмотрим наш танк. Наша гордость и привлекает огромное внимание у всех посетителей, особенно мужской в ее части. Создана эта модель нашим постоянным читателям, и я бы сказала, активистам Яном Ивановичем Дульбергом. Этот макет с сюрпризом, который хранится внутри, и о котором может узнать любой посетитель библиотеки, но только в случае, если встретят его создателя. И это просто. Ведь он приходит в библиотеку почти каждый день. Значит, здесь люки открываются, там выключатель, и освещается внутреннее, потому что это не только внешняя копия танка Т-34-85, а это еще и внутренняя копия. Помимо кружков мастер-классов, как уже было сказано, здесь есть и оздоровительная программа. Она является модной фишкой библиотеки. Библиотека Людмила Яндальцева работает здесь с момента основания. Она и проводит дыхательную гимнастику, скандинавскую ходьбу, и недавно еще добавились занятия йогой. То есть вот с утра мы, библиотека, которая активно агитирует за здоровый образ жизни, то есть очень много делает в этом направлении. Вторая выставка самодельная, причем... Вот эти игрушки сделала я. Утка Мартин сделана из плюша. На каркасе, набита опилками, выглядит почти как настоящее, но это все не просто хобби. В этом году в связи с пандемией, с всеми известными событиями, мы много проводили онлайн-занятий. Вот, например, в нашем инстаграм-профиле вы можете увидеть там уроки вышивки, которые мы по-разному оформляли. Слоника сделала я, а с ребятами мы делали игольницу. Тоже вот с такими элементами вышивки. Экскурсия по библиотеке привела нас в последнюю зону, где и проходят основные мастер-классы. Это читальный зал. Но и тут не обошлось без творческого подхода сотрудников. Мы много делаем своими руками. Вот мебель, видите, пуфики для молодежной зоны. Мы тоже сейчас делаем сами, чтобы было уютно. Вы сказали, что здесь делают домашние задания. Да. Что это? Новое название – библиопродленка. Но на самом деле эта программа существовала всегда в библиотеке. После школы ребятки заходят и готовятся к урокам. Иногда они просят помощи у нас. И русский язык литературы – это просто наш конек. Мы помогаем им готовить доклады, делать какие-то презентации. Все это доступно в нашей библиотеке. В связи с пандемией резко сократился поток читателей. Но, тем не менее, читатель приходит. Единственное, что основной посетитель – не молодежь 20+, а это подростки и младшие подростки. Для школьников здесь есть возможность и под присмотром сделать уроки, и пообщаться, и поиграть. И, собственно, наша задача – сделать так, чтобы они остались в библиотеке. То есть вырастить из них ту молодежь, которая будет здесь чувствовать себя уютно, комфортно и будет сюда стремиться. Проект «Библиотека. Современное общественное пространство» сделает библиотеки интеллектуальными центром Московской области. Это значит не просто привлечь новых читателей, но сделать так, чтобы каждый нашел в библиотеке нечто свое по душе и сердцу. Кристина Кристина, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.